Приветствую вас, уважаемые друзья! Тема такая. Неожиданные моменты вашей жизни, за которыми для вас последуют перемены. Я буду делать этот расклад на колесе года, потому что мы тоже посмотрим по сезонам. Неожиданные моменты вашей жизни, за которыми последуют перемены. Загадайте свою жизнь. Загадайте сферу своей жизни, которая для вас актуальна. И не сомневайтесь, каждый человек услышит, что за важное. Я в этом уверена и гарантирована вам это. Итак, неожиданные моменты, которые сделают вашу жизнь лучше, за которыми последуют перемены. Кто-то пускает дрон, извините за звук. Вообще, дроны, насколько я знаю, запрещены. Так что, не знаю, кто-то делает то, что не нужно делать. Неожиданные моменты. И первая карта уже себя показала. Это пятерка чаш. Именно эта карта поможет вам увидеть, что дело касается любви, сферы любовь. Может быть, вам не везло в любви. Может быть, вас предал кто-то в любви, потому что здесь вы расстроены. Но вы оглядываетесь назад во своей жизни, и вы расстроены. Может быть, любимый человек ваш, бывший, или может быть, из юности, но кто-то вас предал, потому что вы не просто расстроены, вы плачете здесь, вы огорчены. Кто-то вас обидел, кто-то вас предал. И в этой сфере будут перемены. Что-то будет за неожиданный момент. Солнце. Это карта солнца. Во-первых, день будет солнечный. Это гарантированно. Сезон будет любой, но день будет солнечный. И именно в этот солнечный день, по карте солнца, солнце — это мужчина, солнечная энергия — это энергия мужская. Именно в этот солнечный день, в любом сезоне, кстати, день просто будет светлый, яркий, хорошая погода, и на душе, и в природе. Именно в этот день появится человек в вашей жизни, кто скажет, не грусти больше. Я высушу все твои слезы. Я избавлю тебя от печали. Я покажу на деле, что может мужчина. Мужчина рожден, чтобы сделать женщину счастливой. Это его предназначение. Для женщины предназначение, может быть, для кого-то — это дети, рождение детей, любовь к детям. А для мужчины предназначение сделать женщину счастливой. Вы это знаете, я это знаю. Но тот предыдущий ваш партнер, который не оправдал вот это, не понял, не осознал вообще свою жизнь. Он уходит из вашей жизни. Карта прошлого — пятерка чаш. Ему на смену приходит солнечный, благородный, сильный, достойный любви. Карта упала. Я подняла. А, кстати, что за карта вылетела? Шестерка меча. Шестерка — это избавление, конечно. Но знаете, шестерка — вот такое избавление, когда так бывает, что иллюзорное избавление. Поэтому, если вы думаете, что это всё иллюзия, нет нормальных, приличных мужчин, вы ошибаетесь. Карта солнца говорит «Есть». И не думайте, что это только иллюзии. И не думайте, что вы просто спасаетесь куда-то. Нет, вы переходите. Это неожиданный момент, который переведёт вас в лучшую жизнь. А также здесь карта «Джаджмент» или же карта «Справедливость». Ещё один старший аркан. Карта «Справедливость» говорит о том, что вы по справедливости заслужили верных отношений, потому что вы приличный человек. Вы вкладывались в предыдущие отношения, которые не состоялись не по вашей вине. И теперь пришло время, когда сам Творец природы вам докажет, что есть справедливость. Понимаете, есть справедливость для вас, потому что Высшие Силы заметили вашу честность, порядочность. И по справедливости у вас будет солнце. Здесь считается как предложение «По справедливости у вас будет солнце». То есть по справедливости у вас будет достойный мужчина. Вот это первая неожиданность, которая у вас будет. Если, девочки, вас отношения не интересуют, смотрим дальше. Может быть, будет какая-то другая сфера еще освещаться, да? Посмотрим, что еще за сфера будет освещаться. Та же карта. Та же карта. Значит, это надо услышать всем. Всем, кто сейчас смотрит этот расклад. Эта пятерка чаш опять вышла, да? Опять себя показала. Но здесь уже может касаться специальности, работы, профессии. Вам в вашей профессии нужно как состояться? Нужно ее полюбить. Вы скажете, как я могу полюбить профессию, если мне ее навязали в детстве, в молодости, заставили идти в тот или другой институт? Мне это неинтересно. Мне навязали это все. Но не расстраивайтесь. Подстраивайтесь. Это все в вашем прошлом. Теперь высшие силы дают вам возможность получить, может, новую профессию или заняться бизнесом. Знаете, бизнес не обязательно нужно иметь образование какое-то особенное для бизнеса. Нужно просто любить этот бизнес, верить в тот продукт, который вы предлагаете людям, верить в него от души, пробовать этот продукт на себе. А там крем, там чашку или то, что вы хотите предложить другим. Семерка меча. Это боль. Это боль, когда, может, кто-то нашел себя или в треугольнике, или в четырехугольнике. У кого-то, может, есть соперница в любви или соперница в бизнесе. Это может, знаете, быть соперничество в семье. Братья и сестра не понимают друг друга, может ссориться из наследства, или, может быть, даже идет какая-то война, суд. Если это, то высшие силы, смотрите, на дне колоды. Это карта Луна. Луна — это contentment, это удовлетворение своих потребностей. Значит, у вас будет прорыв. Все будет так, как вы хотите. И вы суд, например, выиграете, наследство получите. Неожиданные моменты в вашей жизни, которые полностью изменят вообще вашу жизнь в будущем. Туз Пентакли. Для некоторых, кто именно срезонировал с этой картой, Туз Пентакли говорит, что у вас будут деньги. Это новый источник дохода. Новый источник дохода. И вы сейчас ищите этот источник? Это принцесса меча, то есть паж меча. Ну, знаете, мечи — это когда сложно вам найти себя, сложно найти дополнительный источник дохода. Естественно, непросто. Пажи — это поиск, это хлопоты какие-то, заботы о материальном достатке. Может быть, вы не можете что-то продать успешно или купить. Туз Пентакли говорит, продадите, все получится. Может, не можете найти дело по душе, или же у вас какие-то бытовые большие траты. Вы все оплатите, у вас еще останутся деньги. Потому что паж меча — это поиски, тот, который ищет, всегда найдет. Правда? Вот такие неожиданные моменты касательно финансов приведут вас к финансовой свободе и финансовому благополучию. Смотрим еще. Вы знаете, какие неожиданные моменты будут? Во-первых, внезапно. Это карта башни. Это те моменты, которые разрушат ваше представление вообще о счастье. Потому что иногда нам кажется, вот счастье улыбается тому или другому человеку. А почему мне не улыбается? Почему мне не везет? И вот наступит момент в вашей жизни башни. Это может быть, кстати, дождливый день, какой-то ветреный, может, какой-то даже шторм. Шторм и в душе, и в природе. Штормовой день. Штормит. Когда нас штормит, когда нам тяжело, когда мы чувствуем, что природа, она должна вот разродиться, разродиться чем-то прекрасным. Роды легкими не бывают. Это через боль. Но вы через боль прорветесь. Это переход. Башня показывает через боль переход. А также через состояние такое, что там я больше не хочу. Это мне неинтересно. Или отношения больше не нужны они мне. Человек пьет, или человек грубый, ругается. Не надо мне это. Я хочу новые отношения, счастливые. И вот через этот шторм вы добьетесь девятки пентаклей. Девятка пентаклей это уже когда много денег. Это может быть наследство. Это может быть удачная продажа дома. Это может быть удачный профессиональный контракт. Но это много денег. Вы знаете, через эту боль, через этот прорыв вы выходите на финансовую свободу и говорите, как хорошо, что я не опустила руки. Потому что как часто мы опускаем руки и не берем то, что хотим. Думаем, что-то там для кого-то другого нужно, а не для меня. Мы думаем, что кто-то другой даст мне это или другое. Вот такая вещь, дорогие мои. Неожиданные моменты, которые полностью изменят вашу жизнь. Давайте возьмем карту совет. Не поверите. Верить нужно, дорогие мои. Нужно верить в чудо. Потому что жизнь — это вообще чудо. Это карта маг. И я спросила у карт, дайте нам совет, дайте моим любимым слушателям, которым тяжело сейчас, которые, может, кризис имеют, потому что сейчас у всех кризис. Или же здоровье нужно поправить, или финансы поправить, или отношения в семье поправить, может быть, жилищные условия поправить. Я вам скажу, что все вот это, что я перечислила, и даже больше вам даст маг. Потому что маг — это тот, кто может все. Это, во-первых, творец, во-первых, ангел и хранитель. У вас их хотя бы два, по левое и по правое плечо. Это во-вторых. В-третьих, это ваш род, ваш род по материнской и по отцовской линии. Маг — это ваше высшее Я, которое выходит из ваших глаз, когда вы смотрите в зеркало. Как часто из нас все смотрим в зеркало и себя ругаем. Ой, здесь что-то не так, волосы не так лежат. Ой, да я сегодня не очень выгляжу. Не говорите никогда себе такие слова. Потому что, когда вы эти слова сказали, маг не может через вас проявиться. Понимаете? Маг — это состояние любви к себе. Когда через вас проявляется вот это высшее Я, которое знает, куда идти, чего добиться. Какой сделать правильный ход? Как в шахматах, помните? Таро, шахматы, кстати, одно и то же, та же система. Потому что шахматы показывают возможности. И Таро показывает возможности. И высшие силы нам говорят, смотри, ты живешь? Себе запланируй, визуализируй возможность. А когда ты визуализировала, тогда вступает карта маг в свои права. И говорит, раз ты визуализировала, это уже есть. Тебе только нужно пройти эту дорогу к этому. Взять это. Взять эти финансы. Взять эту любовь. Взять эту роскошную жизнь. Взять это. Взять это то, чего вы хотите. Но, еще есть один секрет по карте маг. Понимаете, он вот так рад. Поэтому, пока вы берете, пока вы идете по этой дорожке к тому, что вы визуализировали, наслаждайтесь. Наслаждайтесь путем. Маг говорит, жизнь — это путь. Это путь в ту сказку, которую вы себе запланировали, девочки и мальчики. Вот такой расклад. Как можно было по-другому его трактовать? Поскольку выходили такие карты, да? Карты всегда помогают. Нет, вы знаете, просто плохих карт или просто хороших. Всегда совет карты дают. Вот такой совет вам, дорогие. Станьте этим магом и вы возьмете то, что вы хотите. Ну, а как взять? Было в процессе расклада и даже когда было показано. Так, мои дорогие. Люблю вас, обожаю. Ставьте лайк или дизлайк. Оцените мою работу. Это для вас хорошо. Оценка это выразить эмоцию. А также, мои дорогие, приходите ко мне. Приходите на мои видео. Получайте удовольствие от моих раскладов. Хорошо проводите время с наслаждением. Хорошо проводите свой досуг. Потому что провести хорошо досуг, это уже закладывать дорогу к счастью. Знаете, что хорошо проведенный досуг, это шикарная работа в будущем. А если человек плохо провел досуг, он не может хорошо работать. Это гарантированно вам. Люблю вас, обожаю. И знаю точно, что у вас все будет замечательно. А еще я знаю точно, что мы скоро и очень обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова